привет так ну что приступим у нас коробочка зелененькая от мсд микроскелл дизайн уже мазда макет и так далее арми коллекшн артикул мсд 3531 самоходная установка су-152 самоходная гаузер позднего выпуска но позднего так позднего так что хочу сказать значит набор изначально изготовления восточного экспресса то есть не мсд не алана никого это восточный экспресс это будет потом кстати понятно по пластику 98 года если верить данным интернетом в принципе он продолжает выпускаться ну вроде бы по моим сведениям наверно должен продолжать выпускаться и продаваться в целом сейчас тремя брендами это собственно восточным экспрессом арт модулс и вот мсд так вот собственно почему мсд потому что мсд своей комплектации имеет некоторые отличия то есть несмотря на то что пластик это тот же самый восточного экспресса до во всех наборах то есть я приводить картинки не буду но в принципе кому интересно найдет но в отличие от других брендов то есть у мсд есть в комплекте наборные траки собственно чем написано на коробке почему собственно коробка достаточно такая тяжеленькая весь прям такая вот ощущается достойная виданка дров прям внутри а так и нужны потому что у двух других парка и восточного экспресса у них соответственно никаких наборных трагов поэтому вместо этого голимый винил ну соответственно знаю как бы провис и на серии к в из вот эти сушки соответственно у них как бы никаких тебе бортовых там дюбок каких-то экранов чтобы все закрывало у них собственно обычно всегда довольно явственный провис ну не всегда на самом деле на фотографии бывает по-разному но обычно чаще показывают что провис там был какой-то то есть поэтому соответственно винил тут очень вряд ли покатит потому что если собирать с винилом то будет скорее всего жутко срота выглядит соответственно либо вот сразу искать наборчик от мсд где наборные таки в комплекте идут либо же покупать отдельно как бы они по-моему восточного экспресса тоже там есть траки на и сына к венос по-моему они даже одинаковые но я точно не помню ну проще купить ну конечно наличие драков она на самом деле не убирает того что тут есть как бы другие свои недостатки скорее всего будут которые все отбалансируют ну так скажем такие вот сведения имеются так давайте посмотрим коробочку у нас стандартная мсдш на зелененькая никакой инфы ну собственно схема окраски у нас присутствует из полезного на боковике даже может к цветная даже написано что это восточная пруссия 45-й год то есть фактически конец войны да кстати у нас написано тут услужливо что лайт верш поздняя версия то есть по моему других наборах либо ранее версии либо они не пишут ну соответственно тут по окраске все просто ладно к схему хоть какая то есть и то ладно заглянем внутрь же время не терять внутри у нас собственно навалено как обычно мсд заведено без пакетиков просто пластик довольно много 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 пластика довольно тяжелого вот кстати нашли траки у нас целая стопень короче говоря значит еще парочка мелкого нам навалено просто накидано мелочевки какой-то такое нитка на трос есть серьезно прикольно я даже не знал это убили у это удивительно так у нас имеется инструкция сейчас мы про нее отдельно поговорим так и растерянка знаете молли что может быть от не может уже сейчас улетит куда-нибудь инструкция на двух листиках таких убогих и собственно в коробке у нас до внезапно внезапно достаточно барана обнаружилась нитка потому что я честно говоря такую роскошь от мсд я никак не ожидал что мсд он славится тем что они даже декали в свои наборки кладут так вот тут декаль все-таки некоторые есть да видимо какой-то обрезок судя по всему скорее всего вообще-то какого другого набора то есть такая практика за мсд тоже было мной замечено да они кстати для помог об этом где-то где-то там в тайне где-то в каком-то темном углу даже об этом пишут что в комплект декали ну вот здесь на коробке кстати написано что декали в комплект ходят вот здесь здесь есть а вот на какой-то коробке по моему где-то было прям четко написано что декали в комплект не входит это был конечно очень весело на неправда все равно пом какие-то обрезки на иногда кидают но как бы как говорится никто не застрахован в случае мсд от каких сюрпризов так я сейчас немножко убавлю звук мне кажется у меня перегруз небольшой идет так вот тут все-таки до 515 номер нам какой-то дан из которого можно наверное вырезать там чего-нибудь при желании да хотя на схеме так называемой схеме окраски значится 89 да и реально царский совершенно царс царская нитка то есть но это по меркам мсд это фактически как травление или металлический трос комплект получить примерно того же уровня щедрость так больше коробки ничего нет так что как обычно начнем с так называемой инструкции так называемая инструкция значит у нас присутствует две плохого качества ксерокопийных листочков уже с оригинала восточного экспресса видимо отснятые наверное значит двусторонний так делал первый шаг туда вот так сиротлива шариковой ручкой написано сау су 152 то есть заголовок видимо подозреваю что наверное изначально был заголовок восточного экспресса с маркировкой ну вот они так видим его не хитро так сказать заменили на свое да то есть как-то там изловчились на ксероксе видимо как туда их написать потом копии делали ну то есть весело на самом деле то есть продакт так сказать продакт хотел сказать ну короче работа с продуктом проделана большая так вот значит по шагам ну собственно модель родственна к вышки которая помню я так понимаю тоже восточного наверное экспресс хотя сейчас сверяться не буду на нее на рынке вот но и собственно из этой видимо восточного экспресса к вышки куча различных вариаций то есть как как и к в этом в кучу вариаций просто его там миллион вариаций и все вот эти производители во главе с восточным экспрессом выпускали соответственно и в их яду входит и вот эти сушки су-152 по моему су-122 по моему тоже и су-152 наверно не су-152 понятно она уже на базе этого самого из из а по моему нет нет у них линейки его ну короче там очень много всего вот на этой базе сделано у них соответственно много общих общих элементов вообще что сказать про саму самоходку можно да так как у нас тут в инструкции короче никакой не исторической справки еще даже близко нет то есть это видимо так сказать инструкция для истинных моделистов кто четко знает что он покупает для чего то есть никакого тебе никакой образовательной части все должны заранее знать собственно су-152 достаточно известная знаменитая самоходка которая разрабатывалась на соответственно уже было сказано на базе танка к в и задумывалась вообще прежде всего как штурмовое орудие для поддержки ну танков пехоты ну вообще задумывалась изначально то есть пушка у них гаубичная 152 она собственно имея одно и то же орудие с огромной вот этой на гусеничном ходу гаубица там забыл как она то ли мл-20 то ли мл-40 значит такое короче огромное орудие 152 миллиметров и прежде всего ее разрабатывали как штурмовое орудие против тяжелого тяжелых кайп район то есть нужно было когда красная армия собственно перешла к наступательным действием до после разгром немцев под москвой и так далее то есть решили что нужно собственно придется столкнуться с тяжелыми брони дотами креплениями соответственно вот такие вот огромные орудия были нужны то есть стрелять либо из закрытых позиций навесом там либо прямой наводкой непосредственно поддержки пехоты чтобы это все разрушать потому что как бы имеющихся огневых средств техники на тот момент не хватало то есть 152 миллиметра как бы осколочный фугасный снаряд и там как бы понятно что разнести должно было нормально вот по факту же собственно история сложилась интересно для самооходки то есть она вообще казалось удачный но ее применение как бы окажешь серьезно шире чем прямо скажем ее планировали то есть она оказалась как бы и мощным противотанковым средством то есть истребителем танков по сути и как бы поддержки пехоты танков и штурмовым орудиям и чем только нет то есть не оказалось то есть например известный и дебют это был участник собственно вспоминают прозвище зверобой же еще имеется до зверобой которые как бы связывают прежде всего популярность этого прозвища зверобой для су-152 якобы именно состоит в том что она была эффективным средством борьбы с немецкими новыми перспективными танками то есть с звериными названиями то есть пехоты ольга пехоты что я несу тигры и пантеры фердинанд самоходка вот собственно ну фердинанд не звериная но и он позже стал элефантом так что в каком-то смысле то же самое то есть ну на самом деле история была как такова что это в принципе правда да действительно эффективно она была против вот этого модерния нового современного современного перспективного немецкого зверинца но по факту в принципе на курской дуге до где впервые произошло столкновение с этими машинами у красной армии там в принципе самоходок относительно общего количества бронетехники было не так много поэтому не скажем так не вызывать сильно большую уверенность и как бы гипотеза о том что эти самоходки прям как-то очень сильно повлияли на разгром как будто этого ядра бронетанковых сил вермахтов под курском поэтому как бы но тем не менее походка себя показала хорошо так как в принципе чем еще бороться то было дасти с тиграми пантерами на тот момент принципе танковыми орудиями у красной армии не так все было круто на самом деле вот ну показалось и хорошо и как быть потом использовали как пропагандистский факт что вот да у нас есть зверобой су-152 он успешно там бьет тигры ваши пантеры да так со соответственно чтобы солдатам объяснить что эти тигры пантеры не так ужасно и соответственно с ним на них управа тоже найдется ну и дальше она собственно до конца до конца войны просу что вала то есть там выпустили достаточно ну не огромное количество все таки ну достаточно большое количество машин соответственно она успешно выполняла задачу до конца войны то есть берлине фотографии есть так далее ну и потом там у нее были по моему модернизации соответственно поздняя версия но вот поздняя версия как бы не совсем понятно какого она года наверно все-таки конкретно здесь имеется поздняя версия посмотрим по моему она там должна была отличаться дополнительной вентиляции башни ну точнее боевой рубки что-то такое то есть наверное это все таки су-152 не курской дуги но вполне вероятно что если как-то что-то заморочится можно из этого набора на и на курскую дугу собрать если эти самые вентиляторы не ну крышки вентиляторов не клеить ну как то так короче а так вообще самоход признана очень удачной вроде как потому что со всеми воздушными задачами она не справлялась то есть как как и истребитель танков как поддержка пехоты штурмовое орудие из закрытых ограничено могла как гаубица закрытых позиций работать то есть штуку и вообще получилось универсальное ну да ладно что-то сильно очень задержались на исторической части потому что тут все пересказывать конечно долго просто глянем на инструкцию ну соответственно вода ковешная ванна из соответственно трех деталей балансир отдельно приклеиваются как бы ну кого я собирал в принципе того же восточного экспресса вроде бы какую-то проблему сильной сосходимостью этой ванны не было то есть ну как то можно все справиться в итоге это все как-то накидать дальше ходовая понятно та же самая ковешная накидывается тут все довольно там топорно примитивно как бы катки соответственно даны тоже все набрасывается довольно довольно без идеи но тут у нас нарисовано кстати в инструкции виниловые гусли хотя нет нет не виниловые ошибся вот тут сегменты траки нарисованы значит подразумевал что тут уже не виниловые гусеницы до собираются сколько траков собирать не указано но это можно узнать отдельно кстати траки я вот сейчас посмотрел производство мсд они восточного экспресс хотя у восточного экспресса по моему тоже есть таки что мосту что своих что ли делали тоже перепаковывал ну да ладно так вот эта вся часть поэтому на ночь сейчас кого на втором листе соответственно у нас идет маска орудий собственно орудие дороги огромное ну тут видно понятно ожидаемо что он располовинено нет конечно прошиво ну чё поделать чем чем мы еще ожидали от такого соответственно бренда как мсд маска орудия соответственно вот это массивно так мы видим что вся верхняя часть корпуса рубка и все остальное давно одной детали ну в принципе это на имправе изморачиваться лишний раз а то кто кто его знает где где она потом щелями вылезет если это из было бы из кучи деталей значит мелочевки тут по минимуму в принципе накидывается большая часть из них опять же с к в эту же самую трубка тут у нас люки вроде бы как я так смотрю частично хотя задний люк да можно люди вроде можно сделать открытого положение там искать экипаж поместить так прозрачных деталей кстати сразу скажу да по борьбе нет поэтому никаких интерес все перископы все все там либо как-то в пластике имитируют ли как и таскать соответственно вот у нас этот трос знаменитый нарисован к уши вроде как детали да действительно у нас есть трос тут они предлагают чудо свернуть да ну ладно свернуть так свернуть дополнительные собственно топливные баки у нас тут тоже из 4 h деталей то есть будет шов ну нам не привыкать еще немножко мелочевки да по моему вот это дополнительная штуковина поверх маски это вроде бы как черта поздней версии но я точно не помню точнее не знаю вот у нас кстати написано о о как у нас тут написано вытяжные вентиляторы стали устанавливаться по личному указанию его сталина с 28 сентября 1943 года ну то есть это по моему после после курской дуги уже да кстати как вот иосиф виссарионович какой был большой начальник и местами даже ученые местами даже конструктор бронетехники вот как позаботился собственно экипажа потому что как действительно были изначально этих вентиляторов не было и загазованность боевого отделения вроде как действительно страшная была там танки самоходчики даже угорали так что он позаботился иосиф виссарионович поэтому вот у нас на поздней версии крышки вентиляторные появились но я так понимаю можно не по не приклеивать и версию на курскую дугу на это сделать ну так кстати да вот у нас веревка видимо на два трасса идет по идее тут два подразумевается можно накинуть понятно из веревки конечно такие трассы которые тем более лежат в таком довольно свободной укладке но это будет смешно делать разве я даже не знаю потому что как это все будет выглядеть и старе из этого тут конечно лучше металл но ну не знаю ладно и на этом все собственно собрается никакой из никакой схема окраски размещение декалей самой так называемой инструкции у нас нету и все у нас есть на боковике коробки ну соответственно декали и там принципе не то чтобы сильно обычно бортовых каких-то знаков подобных машин много больших большого часть советской бронетеснике не то что было много поэтому ну можно в принципе наверное изловчиться нарисовать накидывать то что есть или в крайнем случае можно даже кисточкой нарисовать какой-то миров если найти что похоже какой похожий источник интернете так собственно вот по листа и все так смотрим чё по пластику так по пластику нас короче по крупнику понятно та самая верхняя часть корпуса значит облой есть ну не то что в принципе он весь на таких частях ну хотя да вот здесь вот интересно интересно лег вот здесь пошел прям такой гребень виде облой а то есть его конечно срезать будет наверно весело в остальном в принципе ну есть но понятное дело но в принципе на таких местах там это не будет я думаю проблемой да кстати она не на литнике она уже лежала отдельно в коробке соответственно отломали и от литника ну не очень аккуратно со следами тут некоторыми ну принципе бывает понятно вот эти решетки они понятно прям в пластике есть никакой нам тут дырки ни на что особо легко не заменить то есть если на какой-то травление кому-то вдруг придет в голову что-то менять то что с этими так сказать уже отлитыми в пластике решетками делать непонятно разве что пилить просто до упора это все дело да так что местами конечно ну зато как бы есть имитация вроде как чего-то типа фактуры металла хотя так понимаю на боевая рубка сварная конечно же огромная тут есть кстати имитация сварных швов что конечно в плюс восточному экспрессу идет то есть на всяких коробках вот присутствуют сварные швы какая-то текстура брони такая шероховатая она в принципе наверное лучше потому что краска лучше ляжет клепка всяческая такая в принципе на месте то есть каких-то утяжен каких-то не пролила слава богу на этой детали нет и зам из неприятных мест только облой неприятных местах так чё по крупнику и все так значит у нас собственно литник наверное от кого скорее всего с ванной корпуса которая собственно все части от нее вот здесь вот мы видим клеймо ну не клеймо скажем так уж так как назвать печать восточного экспресса на литнике чтобы не ошиблись да то есть видимо если днище хотите показать но тут показывать ничего она лысая как колено ну зато на нем красуется здоровенная здоровенный здоровенная печать изготовителя скажем так тут тоже тоже видимо что-то уже надкусывали потому что повредили немножко так сказать днище по бокам да что-то такое видим придется как-то в принципе снизу и снизу от выхлопные так сказать папа трубки которые здесь абсолютно так сказать цель на монолитные вот эти самые то есть не придется повозиться видимо что там вырезать выпиливать в это самое высверливать возможно ну и всяческие там крышки пулеметы пулеметные какие-то вот эти поворотные механизмы стволики пулеметные какие-то там еще задняя часть вот эта часть которая ранит эта часть у нас по-моему нас где-то салбает а вообще отколен то здесь не задействовать ну то есть довольно много деталей от кого которые скорее всего задействованы не будут так чё дальше соответственно есть у нас вот такой литник со всякими ящиками зипом отлитая с ужасными достаточно такими утяженными провалами прямо сдоб бронировкой лба это тоже по моему откалая деталька не будет вряд ли она будет использоваться точнее точно не будет использоваться у су-152 кстати по умолчанию никакого оборонительного пулемета не было то есть не курсового вроде как по моему даже на рубку тоже не ставили в более поздних век реакциях по моему начали ставить ну и в развитиях там уже и су-152 и так далее так соответственно вот это вроде сад выхлопа да с огромными огромными вот такими толкателями тоже видимо не помню будет она видна скорее всего снизу будет по-хорошему надо конечно убирать в общем отвратительно конечно выглядит этот литтик ну чё поделать так дальше у нас идет прям несколько несколько идентичных литников с ходовой частью в целых четыре при этом на каждом у нас есть или не на каждом сейчас подожди вспомнить надо ну да логично 4 литника соответственно одной детали звездочки на каждом по одной детали ленивца соответственно копки данные на один вариант но они скорее всего наверное были на су-152 в одном варианте хотя у серии к в этом бывали разные копки тогда мы же дополнительные баки вот эти детали то есть повторяющиеся частично тут и балансиры точнее не частично они собственно тут и есть кое-какие там люкин мт о там скобы которые держат надгусечные полки ну тоже они вроде как должны быть очень тоненькие по факту они толстенные здесь ну чего собственно еще ждать всяческие детали ходовой тут частично всякие там упоры крышки и так далее 4 одинаковых штук поэтому особо смотреть на каждом смысл останавливаться нет погнали дальше так и собственно вот литник непосредственно от су-152 что у нас собственно здесь есть это огромная вот это собственно маска орудия целом с текстуру с текстурой литья потому что я так понимаю наверное она отливалась все таки целиком тут тоже что-то полуоткусано от какого-то другого литника ну тут вроде бы не сильно повредили это собственно у нас внутренняя часть маски орудия если так можно ее назвать и наверное да собственно огроменный ствол со стволом как бы ну как бы он хотя бы прямой стволом орудия тут понятно что две половины об этом уже было сказано но тут из приколов еще такой конечно характерный такой дульный тормоз для су-152 именно такой сложный достаточно решетчатый такой структуры он весь короче заплыл обоем то есть соответственно тут придется повозиться и вот эти все вот эту всю сеточку видимо очень острым каким-то либо лезвием либо модель ножичком пытаться как-то дунек привести в божеский вид при этом не собственно поломав эту решетку но это конечно будет еще то веселье но либо сразу выкинуть и пойти купить автомаркет если кому надо да может собственно автомаркет скорее всего может стать как сама модель а то и да потому что достаточно сложной формы ствол ну еще тут всякая мелочевка и медатой сушки всякие колышки там лючки на боевое отделение тут тоже конечно облоя много где есть ну в целом в принципе и зато конкретно на этом литнике не вижу особых утяжек каких-то не проливов самые отвратительные все-таки были на том маленьком куске с ящиками вот ну соответственно придется повозиться конечно но что поделать значит довесок ко всему этому пачка из раз два три четыре пять шесть шесть семь восемь девять девять не ошибшись до девять маленьких литничков непосредственно от мсд по крайней мере об этом у нас говорит печать мсд написано из 1 из 2 соответственно у вас был из вроде бы хотя я чё-то честно говоря по моему был вот я только не знаю чей у них низ свой свой вот они сюда до насыпали траков траков много думаю хватит соответственно по идее они достаточно простой формы никакой дополнительной как бы сборки серьезные вроде бы они не требуют и она смотрю на них нашли по на левые правые не очень понятно видимо вряд ли они чем-то левые правые отличаются между собой хотя но они да видимо чердача идут с гребнем без гребни ну соответственно собирать их конечно привел вроде бы как бы питателем на боковине соответственно вроде бы не должно больших проблем вызвать обработка всей этой фигни толкателей на внутренних внешних частях я не вижу то есть внезапно в этом плане все должно быть окей ну соответственно все это склеивается в ленту набрасывается и я думаю должно довольно неплохо в итоге выглядеть ну то есть хоть что-то на этом модели должно выглядеть неплохо так и собственно последнее что нам туда накинули россыпью скажем так это те самые крышки вентиляторов которые приказал добавить лично иосиф виссарионович вот они две есть накинули нам тут сверху ну хорошо что не забыли так значит и собственно допы дупы нет не допы это комплект ну такой на уже собственно ниткой уже тряс собственно нитка рассчитанная видимо на два троса черненькая такая у звезды белая обычно нету звезды серый такая обычными металлическим отливом тут обычная черная ну на самом деле зная комплектации мсд то есть наличие нитки это прям вот реально царцар царский царское богатство царский подарок так сказать с барского плеча и 515 2 каких-то обрезок какой-то декальки неизвестного происхождения вполне возможно что даже нет не от советской техники изначально ну что-то можно нарезать я думаю в крайнем случае кисточкой намалевать так что в общем подходит к концу наш обзорчик всю эту гору дровишек мы посмотрели 52 до наборные траки есть значит сварные швы там даже где то есть вас то нитка нитка есть короче в остальном конечно ну ну короче да как бы топ топ за свои деньги деньги небольшие но топ поэтому наверное на этом на можно закончить наше повествование до новых обзоров до новых встреч